Всем привет! Рада вас видата на своем канале! Тросиночки, сегодня будет такое машинное видео, болталка, но я очень хотела бы, что эта болталка для вас была полезной. Сегодня я с вами поделюсь своими приемами пищи, это будут завтраки. Завтраки для меня это вообще такая традиция, это такой своего рода ритуал, и вы поймете о чем я говорю. Сегодня я хочу с вами поговорить о режиме приемов пищи, почему это важно, очень важно придерживаться приемов пищи, придерживаться режимов. Я думаю, большинство из вас себя вспомнит, и этому я учу в своих марафонах. А марафон стартует 25 марта, осталось, если я не ошибаюсь, 3 или 4 свободных места. Если вы хотите стать участником марафона с сопровождением, пишите в комментариях «хочу в марафон». Все условия, а также результаты предыдущего марафона вы найдете в закрепленном комментарии. Я каждые две недели делюсь с вами этими результатами, и уже через два дня вы можете приступить к новой версии себя вместе со мной. Но сейчас давайте остановимся на режиме питания. И первое, что стоит отметить, я думаю, что сейчас для вас будет какая-то тайна открыта, что наш организм, он привыкает к любому распорядку дня. Проанализируйте, как раньше проходил ваш день. Какой-то перекус, утром не успела позавтракать, и это входит в привычку, и не завтракаете. Потом обедать толком не обедаете, а вечером наедаетесь, и, как говорится, вуаля. И это можно использовать в своих интересах. То, что наш организм привыкает к любому распорядку дня. Если мы будем есть в одно и то же время, наш организм будет знать, когда ожидать пищу. У меня сейчас абсолютно нет проблем с завтраком. Я не бегу сейчас с языком на плече к холодильнику, чтобы подхомячить. Раньше так было. Я сейчас спокойно проснулась, сделала все свои процедуры, что мне необходимо. И уже завтракаю где-то порядка около 10 часов утра. Когда организм уже привык, что он ожидает пищу, я уже хочу есть. Не потому, что это привык, я уже хочу, уже он требует. Из этой пищи он начнет устраивать самое полезное. Таким образом, процесс переваривания станет гораздо, гораздо эффективнее. Я очень хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Знаете, очень часто я ловлю себя на мысли, что при соблюдении именно режима питания мы будем дольше. Вот и я, я не хочу говорить мы, я знаю, как работают марафоны, как девчата мне об этом рассказывают. Мы будем дольше себя чувствовать сытыми. А наша с вами задача и в марафонах, девчат, я учу искать такие приемы пищи, выстраивать их так, чтобы мы ощущали сытость. Почему мы подъедаем? Потому что мы хватаем простые углеводы, которые не дают нам никакой пользы. Да, организм уже через некоторое время опять хочет есть. И это значит, что нам не придется постоянно перекусывать. Особенно если у вас еще инсулинорезистентность, как у меня было раньше. И когда мы выстраиваем режим питания, режим питания практически по часам, я не говорю, что четко в 9, да, это может быть полдесятого. Но вот это колебание, скажем так, где-то полчаса. И очень важно 3-4 часа между приемами пищи для того, чтобы наш инсулин держался в нормальном режиме, скажем так. Мы сможем легко контролировать свой аппетит и избежать при этом переедания. Вот заметьте, не позавтракал, обед уже съел больше, а если еще не полноценно пообедал, ужин, держите меня семеро. Еще одним из преимуществ, которые я обратила внимание на протяжении этого времени, пока я была в стройности, это было 2 года активного снижения веса и уже более 2 лет на удержании своих результатов. Очень важным преимуществом является то, что режим приема пищи нам помогает лучше распланировать свой день. Я уже знаю, что утром встала, выпила воды, все свои дела сделала, уже приготовила себе завтрак и около 10 я позавтракала. Если я обедаю дома, я знаю, что я уже ближе к 2 буду есть. И тогда мы можем заранее знать, когда и во сколько у нас прием пищи. Я в своей практике, в своих марафонах рекомендую последний прием пищи делать 18, максимум 19.00. Почему? Потому что наша поджелудочная, желудок, они тоже должны отдыхать. И тогда у нас будет вовремя, да, если мы вот немножечко о себе позаботимся, расставим свои приемы пищи, тогда у нас будет вовремя и обед, и ужин. Это также облегчит или облегчит нам с вами стройность. То есть таким образом мы постепенно, постепенно переходим и переводим свой организм в новый образ жизни. И вы знаете, наверное, сейчас я подведу такие маленькие итоги. Если мы будем придерживаться режимов приемов пищи, тогда мы вот 100%, я на себе это проверила, и вот с вами делюсь и хочу, чтобы вы об этом знали. Мы тогда с вами легко и комфортно пойдем по этой стройности нашей, по моменту удержания своих результатов. Очень часто мы их не можем удержать, потому что не перевели свое питание, этот образ жизни, режимы питания, свой стиль жизни. И наш организм, когда мы кормим его правильно, когда кормим сбалансированно, есть у нас четко там приемы, например, универсальная модель завтрак, обед, ужин, он тогда получает все необходимые питательные вещества, а мы можем спокойно ходить, да, и не смотреть голодными глазами на все, что не приколочено. И я использую такую легкую формулу, 80% это правильного сбалансированного питания, и 20% это легкого трешечка, который у меня бывает иногда в моем рационе, и, собственно, вчера ходила с подружкой в кафе, с подружками мы выпили латы, я поела очень вкусный десерт, поэтому, если я это буду делать каждый день, девочки, конечно, ни о какой стройности, ни о каком снижении веса, ни о каком удержании своих результатов быть не может. Так что, мои золотые, мои тростиночки, мои богинюшки, не забывайте придерживаться режима приемов пищи. Это очень простой и эффективный способ прийти к желаемым результатам. Это очень простой и эффективный способ заботиться о своем здоровье. Ведь наша с вами цель – стройность не любым путем, стройность не для того, чтобы ухудшить здоровье. Наша с вами задача, моя задача – улучшать здоровье и снижение, комфортное снижение веса, будет этому подтверждение. Все, мои хорошие, заболтала вас, ого, ого, хотела быстро, вышла, как всегда. Поэтому рада была сегодня с вами пообщаться, и сейчас покажу вам свои два приема пищи. Объединила их в один, чтобы уже не на следующее видео, но это будут такие завтраки для похудения. Такие завтраки я использовала в своей стройности. Скажу больше, использую в своих марафонах с сопровождением. В сообществе вы увидите, я делюсь с девчонками результатами марафонов, делюсь с тарелочками, на каких мы стройнеем. Мы с вами привыкли к курице, гречка, не соленая, никакая. Ну, в общем, девочки, мы стройнеем вкусно, самое главное – полезно и с умом. Всем привет! Рада вас витаться на своем канале. Девчата, сегодня будет очень такое коротенькое видео, но очень хотела бы, чтобы для вас это было информативно. Очень часто вы спрашиваете, Лена, как ты собираешь тарелочки? Как у тебя собирает, как состоит наша с вами правильно сбалансированная тарелочка? Ну, во-первых, я уже вам показывала, есть у меня вот такая вот тарелка. Можно смотреть сюда, ну и параллельно, конечно же, анализировать. То есть, наша с вами правильно сбалансированная тарелка должна выглядеть так. Так, половина тарелки – это у нас овощи, это клетчатка, это наш помощник кишечнику, наша встреча с белым другом, ну, в общем, все, и не только клетчатка. Дальше тоже буду об этом говорить. Дальше, что у нас? Одна четвертая идет белок. Здесь у меня в якости, в качестве белка идут яйца. Идет также рыба. Рыба, рыба еще идет не только как белок и яйцо, но еще и имеют очень хорошую и классную функцию в организме. Также, одна четвертая – это сложный углевод, в данном случае у меня хлеб, это может быть крупа, любая, да, перловка, кстати, очень хорошо насыщает, овсянка. Это может быть любой сложный углевод, да, можно даже взять хлебцы или лаваш. Дальше, что у нас здесь идет в качестве жиров? В качестве жиров у меня здесь идет немного оливкового масла, которое я делала салат и для семьи в том числе. Здесь у меня в качестве правильных жиров идет селедка и, конечно же, желток яйца. То есть, вот сбалансированная, правильная тарелочка. Но для помощи нашему кишечнику, конечно же, важно и достаточное количество воды. Свою воду я уже выпила. Здесь я вам налила, показала, точнее, налила, как наглядный, скажем так, пример, да. Утром я выпиваю пол-литра воды, но не за раз. Этот стаканчик где-то порядка 300 граммов, он не полный. Один стаканчик утром проснулась, теплой воды выпила, потом пошла свои дела, все поделала. И еще один стаканчик перед завтраком за полчаса. Поэтому не забывайте, вода также помогает хорошему работе нашего с вами стула. Когда мы все делаем вместе, когда есть система, тогда и есть результаты. Дальше будет у меня божественный американо. Сегодня он без сахара, без молока. Вот хочется просто чистого черного кофе. Ну и, конечно же, фаворитом сегодняшнего завтрака. Девочки, кто писал? Лена, приготовь желе. Лена, приготовь желе. Вы до меня достучались. Наконец-то я приготовила желе. Записывать это в видео я не посчитала нужным, потому что готовится элементарно. Покупаете желатин, переворачиваете или агар-агар, например. И там все расписано, как и что приготовить. Единственное, я готовила, у меня была вишня в собственном соку. Сок без сахара. Ну и, соответственно, я добавила немножечко сахарозаменителя, чтобы было сладенько. Вот захотелось мне, я не всегда добавляю, я вам говорила, что я ушла уже от сахарозаменителей. Но сюда я добавила. То есть здесь у меня вишня, вишневый сок натуральный. Кто нам там звонит или звонит? У меня здесь сок натуральный вишневый, в собственном соку точнее вишня. И приготовлена на основе желатина. Во-первых, это вкусняшка. Очень часто нам хочется кофе, какую-то вкусняшку. У меня это сейчас, например, сыр. Сегодня сыра не будет. Сегодня будет вкусняшка перед тем, как я буду пить кофе. Это будет вот такая вот вкусняшка желатин. Почему я рекомендую его использовать? Почему я рекомендую есть холодец? В самом начале стройности я также ела холодец. Мне все говорили, а что так можно было? А что так стройнеют? Едят холодец и худеют? Да, девочки, это наш с вами коллаген, это наша с вами кожа. И необходимо вводить, вот даже, знаете, даже два есть здесь таких положительных моментов. Во-первых, коллаген, во-вторых, вкусняшка. Да, ну вот, девчонки, ну разве это не вкусно? Это вкусно, это легко и это полезно. Поэтому, девчата, кому это видео было полезно, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Не забывайте о таких вкусных и полезных вкусняшках, как желе. Девчата, добились вы все-таки своего. Все-таки я желе для похудения сделала. Всем смачного и тыхого мирного дня. Всем привет! Радовать витата на своему канале. Девчатка, сегодня с вами хочу поделиться одним из приемов пищи. И это будет завтрак. У меня завтрак король моего питания. Обед вообще без проблем. Немного крупы, либо хлеба, либо хлебцы, либо лаваш. Сложный углевод в виде сложного углевода. Клетчатка это салат. И какой-то белок. Это может быть рыба, это может быть мясо. То есть, для меня это вообще не проблема. Я больше изощряюсь на своих завтраках. Потому что, как день начнешь, так он и пойдет. На завтрак у меня сегодня будут сырники. Сырники я приготовила. Здесь у меня 150 граммов творога. Одна столовая ложка рисовой муки. Сахарозаменитель я не добавляла. И яйцо. Все. Все это перемешала и обжарила на сухой сковороде. Этот немножечко провтыкала. Здесь у меня одна столовая ложка сметаны. Свежезамороженная малинка. И также семечки. Гарбузовья. Не, гости гарбузовья. Да, чья как-то бабушка мне наказала. Гости гарбузовья. Ну, вспомнить. Нагадай ты меня. Я что-то... Гости гарбузовья. Ой, забула. Забула. Так хотела быстро поумничать. Так. И у меня божественный, просто девочки, божественный. Американо чистый. Без молока и без сахара. Смачного. Охом.